Доконнотворчество должно быть всегда, должно быть все время. Вы посмотрите вот такой момент. Ведь на том же самом Нюрнбергском процессе рассматривались дела военных преступников. Восматривался режим, но как бы претензий к идеологии судьи фактически не смогли предъявить. Почему? Ведь любая идеология, которая потом выливается в совершенно кошмарные преступления, как бы национал-социалистическая идеология, которая приводит к конституционным лагерям, которая приходит к газовым камерам, она изначально говорит, что она ведь ставит свою цель, это всеобщее счастье. У всех всеобщее счастье. Соответственно, любая диктатура будет заявлять, что она, ее цель построение государства закона, государства порядка. И ведь это было совершенно от квинтэссенции, и это было то, что 26 апреля 1942 года, война идет, в Германии диктатура зашкаливает совершенно, и 26 апреля 1942 года в последний раз собирается Рейхстаг, и Гитлер обращается к Рейхстагу с просьбой разрешить ему использовать любые меры, чтобы заставить государственных служащих исполнять свой долг. А в противном случае он может отстранять их от своих занимаемых должностей и так далее, и так далее. Ну вот вопрос. Нужно? Зачем? Он и так это все может. Но. Ему дают, естественно, Рейхстаг под аплодисменты дает ему это разрешение. Зачем? Дело все в том, что в той же самой Германии Гитлеру нужно было разрешение формальное отстранять судей от власти, потому что так он мог их отстранить. Да, мог. Но это наталкивалось на бесконечные бюрократические формальности. То есть если судью отстранили, его должны отстранить по дисциплинарным параметрам и так далее, то есть это было очень сложно, и через какое-то время чиновники начинали саботировать распоряжение фюрера, потому что они не могли это провести по бумагам. Ну, не выходило. То есть вот эта вот самая диктатура национального социализма, она постоянно наталкивалась на вот эту извечную государственную бюрократию, которая действует в определенных рамках. И поэтому, конечно, необходимо было менять это законодательство. И еще в программе партии в 1925 году было объявлено, что мы требуем, нацисты написали, мы требуем замены римского права, служащего интересом мартиралистического мирового порядка. Это вот никто не знал до них, в общем, этого. Германским общим правом. Причем так до конца 1945 года, до начала 1945 года, до конца режима, никто это германское общее право так и не принял. Потому что, в общем и целом, до конца даже не смогли договориться, что это такое. Единственное, что выяснилось, что, значит, римское право, это вот защищает индивида, то есть оно такое индивидуалистическое, эгоистическое и, в общем, антигосударственное. А немецкое народное право, оно вот от души идет и всех защищает именно с этой точки зрения. Но именно поэтому ведь сам закон, принятый после поджога Рейхстага, 28 февраля 1933 года, он ведь, в общем и целом, это даже был не закон. Это было распоряжение, чрезвычайный закон, подписанный не Рейхстагом, его принимаю, а Рейхстагом, где были отменены основные свободы. Ну, вот, чисто, свобода на собрание, свобода слова, свобода от ареста, что человек не может быть арестован без каких-то формальностей. Это были все отменены, все эти права. Официально? Да, в Конституции даже формально этих прав не было. Нет, в том-то и дело, они были закреплены в Конституции, обязательно. А где их тема была? Указом 28 февраля 1905 года... Я понял, то есть были отменены? Не отменены, там приостановлено действие определенных статей Конституции. На самом деле, этот указ, он ничего больше не делал. Он просто приостановил действие десятка статей Конституции. И все, временно, пока вот все не наладится. Ну, могу вам сказать честно, до 1945 года не вернули обратно. То есть нет ничего более постоянного, чем время. И вот на основе вот этого постановления сразу все и пошло. Следующее постановление было... Очень быстро принял его Рейхстаг, что имперское правительство получило формально, совершенно формально. Оно и до этого могло все это чем заниматься. Но имперское правительство раньше готовило законопроекты, отдавало их в Рейхстаг, Рейхстаг их штамповал. А тут Рейхстаг сказал, а давайте мы по-простому, давайте имперское правительство получит право утверждать законы. И все, все делалось в рамках закона. Вот. Опять-таки, вопрос. Вот люди попадают в концлагеря, не совершив ничего. Вообще ничего. Ну, то есть взяли на человека... Вопрос. А... Да, почему они там? Так нет статьи. Статья Конституции о том, что вас не могут незаконно арестовать, она не на ней действует. Раз она не действует, значит, их можно незаконно арестовать, без предъявления каких-то обвинений. Скажите, нет свободы слова. Так нет свободы слова. Приостановлена статья. Никто не гарантирует свободу слова. То есть, вернее, вы можете как бы свободу слова как-то проявлять, но власть не обязана вам за вами ее признавать. То есть, в принципе, все всегда действует в каких-то рамках закона. В принципе, в нацистской Германии это действительно продолжало действовать. И с этим это очень не нравилось нацистам. Потому что они с очень большим трудом пытались вот эту вот практику судов обычных как-то переломить. И приходилось создавать так называемые особые суды. Суды по политическим преступлениям. Ту самую знаменитую Народную судебную палату для рассмотрения дел по госпреступлениям. Почему? Да потому что обычные суды действовали по существующему уголовному кодексу и не собирались применять какие-то эти самые новые моменты. Ломали, да, вводили. Но это все шло именно на уровне, что нужно было эти законы продвигать. То есть, просто отменить законы в общем можно. То есть, какое-то глухое сопротивление все-таки было. Оно было. Причем в ряде случаев, в значительном количестве этих случаев, это было сопротивление госмашиной. Не нацистской машиной, а вот госмашиной чиновников, которые привыкли работать в таких рамках. При этом, ведь сами нацисты, причем нацисты, ну, скажем так, условно говоря, Ганс Франк, человек, который был повешен по приговору Нюрнбергского процесса. То есть, заподозрить его в каком-то нелояльности к нацистскому режиму мы не можем. Человек, который был генерал-губернатором Польши. Он был ведущим юристом, в том числе, Третьего рейха. Он в свое время, в 30-е годы, уже после прихода нацистов в классе, он был рейхсляйтером, он был руководителем правового управления НСДАП, он был министром без портфеля. Он категорически настаивал, что, да, мы можем принять любые законы, но приняв эти законы, мы будем их исполнять. То есть, если мы хотим что-то сделать так, да, мы примем эти законы, но мы должны им следовать. Ну, правда, потом он договорился, что слово фюрера – высший закон. Но, опять-таки, это только у фюрера. То есть, если фюрер, вот, если мы примем, говорит, такую концепцию, что слово фюрера – высший закон, то мы давайте ей будем следовать. То есть, фюрер что-нибудь скажет, мы это сразу оформим в норму закона и будем ей следовать. Но не так, что, типа, там какой-нибудь, я не знаю, там какой-нибудь Розенберг примет какое-нибудь постановление, а мы за что за закон будем писать. Ничего подобного. То есть, вот, это нацистские юристы, академия германского права была создана целая, которая всем этим пыталась заниматься. Ничего у нее не получилось, естественно, в общем, провалили. Так ведь скандал тот, почему, собственно, появилась Народная судебная палата, вот та самая, где Роланд Фрейслер, значит, так сказать, там, громил всех этих врагов нацистского режима. Почему она появилась? Так провалили процесс-то лейпцигский над Димитровым, где западжог Рейхстага, когда судьи взяли и всех оправдали. Все, как это, нацистский режим, штурмовики по улицам ходят, а тут Георгия Димитрова, будущего руководителя Коминтерна, оправдывают. Ну, в какие же это ворота-то лезть? Конечно, не лезть, с точки зрения диктатуры. То есть, все-таки суды пытались, да, как пытаться? Ну, это зависело от судей конкретных. Правда, не важно, что судей преследовали. И главное, что Гитлер не мог их сменить. Ну, потому что, ну как это, несменяемый судей? Вот по указу апреля 1942 года он получил это право. Правда, у него же, правда, до этого руки уже не особо приходили. У него как-то много другого, других дел было уже на фронте. Но, тем не менее, вот как бы нацистский механизм вот этого преследования, он постепенно дорабатывался. Потому что, конечно, это все было сделано в очень короткие сроки. Ведь, в принципе-то, ну, сколько уж, через шесть лет после начала нацистского, прихода нацистов в власть уже война началась. То есть, это было сделано... Я слышал такое мнение, сравнивая законодательство разных стран, разных диктатур, да, что, ну, если вообще можно найти что-то положительное в диктатуре, то, что все-таки вот эти вот законы, они хотя бы давали обществу, людям, да, понимание, кого могут взять. А? Нет. А очень часто, потому что очень часто в диктатурах как бы критерии размыты. Чрезвычайно. 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 Вот, например, то есть, не например, вот такой вот фактор, который существовал, наверное, только у нацистов, только национал-социализм, это вот такой собственный ноу-хау, который как раз вот по тому самому закону февраля 1933 года появился. Это появился так называемый превентивный арест. Это превентивный, ну, то есть, превентивный, то есть, как бы, ну, предупреждающий арест. Профилактический. Да, профилактический арест. То есть, человека арестовывают, потому что, ну, вот, он может что-нибудь совершить против режима. Ну, да, здесь никаких критериев нет. Никаких нет критериев. И его отправляют в концлагерь, где его не наказывают. В концлагере не наказывают. Наказывают в тюрьме, он срок отбывает. В концлагере перевоспитывают. То есть, там он вот должен, как бы, посидеть, подумать над своей жизнью, сказать, что что-то я, по-моему, не так жил, и тогда его, значит, выпустят, и он, значит, пойдет дальше. Как показала практика, люди, в общем, старались сделать все возможное, чтобы не вернуться в концлагерь. Мы имеем в виду довоенный период, естественно. И в концлагерь люди попадали, вот, сам по себе вот принцип превентивного ареста, он заключается в том, что в тюрьме будет сидеть человек осужденный. Справедливо осужденный, несправедливо осужденный, неважно. Это не говорит никакой роли. Он осужден. То есть, режим рассмотрел его действия и признал эти действия опасными для режима. Ну, то есть, вот, он принял какое-то решение. Не нарушающий некий закон. Не нарушающий некий закон, нарушающий некие нормы, там, умысел, там, ну и так далее, и так далее. А в концлагерь попадает человек, который не сделал ничего с точки зрения закона. Вообще. То есть, вот, например, когда в 38-м году было решено провести, ну, так сказать, провести профилактику уголовных преступлений. То есть, не политических, а уголовных. И управление криминальной полицией просто взяло и составило списки. И в два дня, или там, в два-три дня арестовало вообще всех уголовных авторитетов, какие у него были. Заметно. В крытоте эти попали. И всех отправили в концлагерь. Они не совершили... Нет, они были рецидивистами, там, кто-то... А их просто взяли, всех отправили в концлагерь. И никто их потом ни на суд-то не вел. И потом, например, вот опять-таки это мы видим, что нацистская система, она именно была на этом построена. А это беззаконие. Причем полное. Когда нацистские, ну, в данном случае гестапо, потому что правом на превентивный арест обладало гестапо. Еще ряд категорий лиц, но гестапо в основном, оно этим занималось, что оно занималось корректировкой судебной системы. В чем это заключалось? Например, гестапо кого-нибудь арестовывает. Считает, что оно вот тот преступник против режима. Составляет документы и отправляет в суд. Суд рассматривает дело и с учетом предварительного заключения дает тому 6 месяцев заключения и в зале суда освобождает. Что происходит дальше? Человек выходит из зала суда, на улице у входа и у выхода из суда, его арестовывает гестапо и отправляет в превентивный арест по праву превентивного ареста в конституционный лагерь. Досиживать срок, который они считают нужным. И это было на каждом углу. Постоянно. То есть вот это вот было именно беззаконие, причем введенное в ранг принципа, потому что конституционный лагерь – это была параллельная система. Это не пенициарная система. Ни в коем случае. Ну а пенициарная система что же была? Ну, вовсю. Она подчинялась Министерству юстиции, там было много разных тюрем. Причем они все полные были, потому как нацистский режим не решил проблему уголовных преступлений совершенно. Они даже выросли в результате количества преступлений. Оно даже выросло. А чисто внешне было все соблюдено? То есть были все различные кодексы, условно, уголовные, процессуальные и так далее и тому подобное? Они все существовали со времен еще в Веймарской республике. Придя к власти, фашисты не отменили. Они не меняли? Нет. Ни Веймарскую конституцию, ни уголовный кодекс, ни административу. Они ничего не отменили. Они просто пришли, они его начали потом дорабатывать, ну, пытаясь что-то ужесточить. Но, учитывая наличие системы превентивного ареста, в принципе, можно было ничего не ужесточать. Хотя параллельно была введена система так называемых «особых судов». Ну, потому что это не устраивали уже суды, которые занимались, ну, так сказать, уже конкретными преступлениями, связанными, так сказать, ну, с угрозой государства уже. Ну, и не только угрозой государства, там, предположим, там, уклонение от работы, ну, вот, спекуляции. Ну, то есть, то, что считалось, скажем так, преступлением, которое угрожает нормальному действию существования режима. Но это все-таки профессиональные юристы занимались сочинительством этим? Да, конечно, конечно, конечно. Это профессиональные юристы, но это нацистские юристы. То есть, это не, скажем так, не юридическое сообщество, потому что был создан так называемый союз, ну, или лига национальностатистических юристов, которые, куда вошли юристы, вот, именно на такой направленности. Ее, как раз, возглавил Ганс Франк. Потом, тирка его, оглавил. Вот, то есть, это, в общем, шли, шло преобразование. Просто юридическое преобразование, призывание системы права, это достаточно длительный процесс. И его так быстро не запустишь. А другое дело, что проще было бы, значительно проще, было бы просто снести полностью систему правовую. И на ее место поставить новую. Но нацисты не пошли по этому пути, они пошли по пути, что вроде как у нас все есть, а мы это просто приспособим. Но, в общем и целом, приспособить до конца они так и не смогли. Поэтому необходимы были вот эти все превентивные аресты, концлагеря, особые суды. И как главный особый суд, это Народная судебная палата. Ведь формально Народная судебная палата, она рассматривала дела о совершении государственных преступлений. И она имела право приговора к любой мере наказания, в том числе к высшей мере наказания. И вот там из пяти судей только двое было юристов. А остальные трое были представители, ну так называемой общественности. Ну в основном штурмовых отрядов, СС, партии и так далее. Значит, интересно, я снова отсылаю наших зрителей, наших слушателей к журналу. Я вот его сейчас сам открыл. И здесь вот на этой странице, где мы презентуем, так сказать, нюрнбергские вот эти расовые законы, рассказываем о них. Здесь помещена такая, в сокращенном виде, конечно, мы не можем, у нас места не хватает. Хотя я думаю, невероятно интересно, дневник Виктора Клемперера. А, это чудесно, Виктор. Филолога, писатель и журналиста, профессора романской филологии, высшей технической школе Дрездена. Вот он с прихода нацистов к власти, Клемперер был в 1935 году отстранен от преподавания, он еврей, значит, переселен в гетто, но поскольку его жена была признана чистокровной арийкой, то избежал... Она и была чистокровной арийкой, да. Ну да, понятно, да. Он избежал депортацией. Вот. И после установления нацистского режима он начал вести дневник, где вот день за днем он, значит, отмечал изменения окружающей повседневной жизни. Вот что... к чему приводит вот применение всех этих законов, ну, в первую очередь вот этих вот расовых, конечно, в повседневной жизни. И вот здесь мы воспроизводим одну его запись от 2 июня 1942 года. Вот это пишет. Вторник под вечер. «Я собрал», пишет Клемперер, «я собрал предписания, действующие в Дрездене в отношении евреев». И дальше идет перечисление по номерам всех предписаний, которые евреи должны соблюдать согласно этим законам. Вы знаете, сколько их? Вот таких повседневных. 31 пункт. 31 пункт. Как он сам здесь, правда, пишет в конце. Но они все вместе не исключают постоянные опасности обыска, издевательств, тюрьмы, конституционного лагеря, насильственной смерти. Вот. А пункт такой там запрет на... Вот я просто первый попавшийся беру. Седьмой пункт. Запрет на покупку дефицитных товаров. Что такое дефицитный товар, непонятно. Восьмой пункт. Запрет на покупку сигар или любых курительных смесей. Запрет на посещение библиотек. Я просто наугад беру. Велосипед. Разрешено ездить только на велосипеде. Запрет велосипедов. Разрешено ездить только на работу. Воскресные прогулки на велосипеде запрещены. Запрет пользования шезлонгами. Вот до этого доходили вот эти вот расовые законы. Запрещено бывать на вокзале. На Дрезденском. Да. Например. Было тоже запрещено ездить на трамвае. Почему? Чтобы не отнимать места у немцев. И главное, что потом, учитывая, что Краймпарад, естественно, дневник отвел и дальше, он дальше постоянно упоминал новые пункты, которые все время не являлись. То есть это 31 не то, что... Вот придумали до 42-го и на этом забыли. Нет, никто на этом не остановился. Были и новые пункты. Причем они именно такие же. Именно такой же. Запрещено иметь кошку, собаку или птицу. Запрещено. Причем. Ведь было как? Когда вот ввели, у Краймпарара была кошка. Им пришлось вызвать ветеринара, который сделал кошке смертельный укол. Потому что им запретили владеть кошкой. То есть вот это, так сказать, реалии нацистского режима. Потому что вот без этого списка Краймпарара мы можем говорить о каких-то там нюрнбергских законах. А вот это вот практика нацизма. Это практика. Ну и, кстати говоря, вот по поводу того, что его спасла фактически от депортации жена, которая была чистокровной орехой. Но это тоже очень интересно, поскольку, хорошо, антисемитизм, расовые законы против евреев. А кто такой еврей? А, да. Да, это же важно. Надо же как-то определить, кто это такой. И вот, значит, в этом законе было расписано всё. В зависимости, так сказать, зависит от процентного соотношения еврейской крови и других кровей. Тот, кто рождён от брака с евреями, значит, это одно. Который был заключён после вступления в силу закона, это другое. Тот, кто родился от небрачной связи, это там третье. И так далее, и так далее. То есть были расписаны практически все возможные ситуации внутри семей, значит, кого как считать. И евреем является тот, кто в третьем поколении происходит как минимум от трёх чистокровных евреев, бабушек или дедушек. А лицом с примесью еврейской крови, полукропкой, считается тот, кто в третьем поколении происходит от одного или двух чистокровных евреев, бабушек или дедушек. И так далее, и тому подобное. Да, это было вот именно... Это сначала были приняты Нюрнбергские законы 35-го года, и потом они постоянно ужесточались. То есть вот если сначала... Тот же самый Клемперер, мы берём пример, он был женат на Арийке, и плюс ещё он был участником Первой мировой войны, награждённым крестом. Соответственно, он был вот в той самой идеальной категории евреев, которые вот в самую последнюю очередь должен был попасть. И сначала их даже не выселяли из дома. Он даже купил машину, он ездил на машине. Потом отобрали машину. Потом запретили жить. Не отняли дом. Отнять дом нельзя. Знаете, конфисковать имущество нельзя у еврея. Он должен её либо продать, либо нужно её конфисковать по какому-то моменту. Сейчас я вам это приведу. А то есть всё-таки государство просто забрать его не могло? Не может. Понимаете? Чиновник не может. Ограбить можно. Ограбить. Но отобрать нельзя. Поэтому им запрещали... Кремператору, например, запретили жить в своём доме. Он его должен был сдать немцу. А сам переехать... Ну, это не гетто, а, скажем так, в дом, где живут евреи одни. Но вот сейчас вы, наверное, зацените вот этот вот верх цинизма, который... Как действовал нацистский режим. Чтобы отнять... Ну, у евреев нужно отнимать имущество. Ну, а как? Что же творится-то? Надо отнимать. Соответственно, было принято постановление, что как только евреи эмигрируют, соответственно, у него должны на родине всё имущество отобрать. Но это официально. Был принят такой закон. Вот после этого, значит, если евреи эмигрируют, то у него то, что осталось в Германии, конфискуется. А после этого было принято постановление под законный акт, что если евреев погрузили на поезд и везут в Польшу в конституционный лагерь или в лагерь смерти, то в момент пересечения поездом границы Германии этот еврей считается эмигрировавшим. И его имущество может быть конфисковано. А, вот так же. На абсолютно законных основания. Представляете, вот вершина вообще цинизма. Человека арестовывают, сажают на эшелон и везут в лагерь уничтожения. Но никому не сообщают в лагерь уничтожения, поэтому нельзя это сказать. Поэтому вот границу пересёк, всё эмигрировал. Это нормы законодательства, законодательные нормы, которые действовали в Германии. Значит, интересно, а как во время войны, что такое во время войны государственная граница? Ну, граница между Германией и генерал-губернаторством. Какие-то территории Польши в 1939 году были включены в состав Германии. Это был германский рейх. А Польша это была территория генерал-губернаторства. Границы существовали всегда. А то есть Польшу они не включили, да? Нет, это генерал-губернаторство. Это колония, как колония такая, полуколония. Нельзя включить, потому что если включить, то все поляки будут находиться на территории рейха. Это неправильно. С точки зрения расовой. В Германии должны жить немцы. То есть они что, только Австрию и Судеты присоединили? Австрию, Судеты, часть польских территорий, как то... Вокруг которых, собственно говоря, все шутки. Да, то есть Силезию, Познань, вот это вот все. Данцик. И не только сам Данцик, но и Данцик Западной Пруссии, то есть вот там большой кусок тоже. Включили Эльза Слатарингию. Да, Эльза Слатарингию не включили. Да, она считалась территорией смежной с рейхом и управлялась немецкими этими самыми органами. Но ее Гитлер не приказал включить Третий рейх, потому что, а вдруг придется с англичанами о чем-то договариваться. То есть на всякий случай он, так сказать, она у нее оставила такой подвешенный статус. Ну, правда, там комиссаром было, естественно. Там было чем торговать, что называется. Да, 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 да. Именно, именно. Оттуда призывали, Эльза Саласов призывали в Вермахт. Я хочу сейчас сделать небольшую рекламную паузу. Сегодня у нас она замечательная. Ну, мы всегда презентуем те книги, которые можно приобрести на сайте шок-дилетант-медиа. Но вот сегодня у нас просто в тему книга, которую я с огромным удовольствием, с огромным интересом прочитал и просто вот искренне читать все это не реклама, а просто вот мое выступление. Искренне советую всем прочитать. Я думаю, что, Константин, вы тоже ее, наверное, видели. Это книга «История одного немца». А, видел, давно выходила уже? Ну, она выходила, да, я помню, несколько лет назад. Хафнера, да? Что? Хафнер, по-моему. Да, 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 Хафнер, Себастьян Хафнер. Она написана в эмиграции, в 1939 году. Это история одного немца. Частный человек, частный, частный, да, то есть отдельная личность, против тысячелетнего рейха. Это вот воспоминания немецкого журналиста. Потрясающая совершенно книга, она невероятно, я бы сказал, она всегда актуальна, да, это вот человек, одинокий человек, один человек против государственной машины, как бы она ни называлась, да, и вот, и вот он там рассуждает, Хафнер, о том, как вообще, как немцы приняли вот эту власть нацизма, нацистов, да, почему они ее приняли, как вот, как готовилась эта почва, на которой нацизм взрос, да, на которой был возведен, как бы, Третий рейх, и так далее, там, потом. Книга совершенно замечательная, она просто была еще переведена тоже замечательным таким литературно-ведом. Никитой Елисеевым? Никитой Елисеевым, да. Конечно. Никитой Елисеев петербургский, петербургский библиофил, книжник такой известный, вот, совершенно замечательная книга, очень-очень просто вот советую ее прочитать. Да, я хотел бы добавить, что в этой книге, что мне очень понравилось, автор, он именно рассуждает, он не навязывает свою точку абсолютно. Он именно говорит, ребят, давайте разберемся, как это получилось. Я говорю, и знаете, так вот, как бы это, слушай, я сам не могу понять, как это получилось, для чего, собственно, книгу и пишу. Он никого не осуждает, и это действительно такая прямо, я бы сказал, это не философ, там язык довольно простой, все понятно, но она такая философского содержания, я бы сказал, не всегда философского содержания книги, так что милости просим. Заодно, конечно, как всегда, я вам могу сказать, что шел «Дилетант Медиа», там журнал «Дилетант», свежий номер и не очень свежий, есть архивные номера, хотя, как мне кто-то сказал, говорит, а что-то свежий, не свежий, в «Дилетанте» все номера свежие, эта история, она не устаревает. Ну, в общем, действительно, мы не так уж привязаны к повседневной повестке дня, тематически бывает, но не более того. Ну вот, и тогда уже сразу проанонсирую, я думаю, сегодня у нас 21 число, значит, сегодня-завтра там же в шел «Дилетант Медиа» и в «Киоскар» должен уже появиться апельский, что я говорю, майский, майский номер журнала с главной темой российской, нашей отечественной, исторической, XIX век, Николай I и его жандармы, мы так назвали, ну, третье отделение, третье отделение, Николай I, как это все было, Бенченборф, там и так далее, взаимоотношения с Пушкиным, и не только с Пушкиным, в общем, довольно-то интереснейший период в российской истории, и невероятно интересные там внутренние всякие механизмы отношений и так далее. Так что, милости просим, а мы продолжаем тогда обсуждать, обозревать. Апрельский номер две, значит, вот напомню, главная тема из гефрейтеров фюреры, это вот становление фюрера, Адольфа Гитлера в роли фюрера и нацистского режима. Там, кстати говоря, помимо нерунбергских законов, там много, и помимо личной, что ли, биографии, личного восхождения фюрера, там много, как бы, материалов, которые, создают контекст этого. Ну вот, нерунбергские законы, о которых мы говорим, сожжение книг, ну мы об этом, по-моему, две недели назад говорили в программе «Дилетанты» с Борисом Хавкиным, с автором этого самого, а сегодняшний мой собеседник, Константин Залевский, автор еще одного, еще, там, по-моему, у вас три или четыре, по-моему, мы даже не очень хотели его написать, но любопытно, мы же не знаем, мы же не знаем этих людей, а кто такой Гинденбург? А, ну да, конечно, да. Гинденбург, ни много, ни мало, вообще-то президент. Да, и мало то, что еще там он и полководец Первой мировой считался. Полководец, да, да, да. В Германии во время Первой мировой войны по всей Германии стояли деревянные статуи Гинденбурга, и человек мог купить гвоздь и вбить в него, вбить. И когда через какое-то время Гинденбург деревянный должен был превращаться в Гинденбурга железного, то есть шляпок и шляпок. А, и шляпок. Да, и это вот, что вот это вот такой символ мужества. И я скажу, что вот не так, незадолго до пандемии, когда я, что-то, был в Германии случайно, я впервые в жизни увидел эту статую Гинденбурга, это было... Она существует до сих пор, да? Их было очень много, просто, естественно, они все погибли, кому они нужны. А вот во Франкфурте на Майне, он, значит, там в одном месте, рядом с музеем этого самого первопечатника-то... Гутенберга. Гутенберга, да. Рядом с музеем Гутенберга, там как раз я увидел на площади стоит вот этот вот монстр вот этот вот с частично вбитыми гвоздями. И, знаете, я почему сказал, потому что он был не до конца покрыт этими гвоздями, там были такие прорехи. И вот мне просто показалось это очень таким вот показательным, что вот да, вот человек, в общем, ну, полководец, президент, но вот он все равно, он не стальной. Он вот с этими прорехами, которые вот туда, а там внизу гнилое дерево. Ну, значит, видите, хотели представить его стальным, а он оказался не стальным. Да, да, да. Он уступил. Да. Уступил давлению и привел к власти Гитлера. и фрейтера, и фрейтера Гитлера. Да, и фрейтера Гитлера. И то беззаконие, о которых мы говорили, или законотворчество, о которых мы сегодня говорим, это и, так сказать, авторство этого можно приписать и Гиндербург. В том числе, хотя, опять-таки, он действовал в рамках закона. Просто веймерская конституция подразумевала, что президент в случае необходимости может принять любые законы, вообще любые. То есть, что хочет, ну, ради спасения государства, естественно, чрезвычайно, но, тем не менее, вот закон, который вот мы с вами, с которого мы начинали, февраля, 28 февраля 1933 года, который отменил ряд положений конституции, приостановил, он был подписан именно в рамках вот этой вот права Гинденбурга. И Гинденбург, опять-таки, имел право на значение правительства. Если Рейхстаги не набирается кто-то, не набирается в большинство, то и он назначил Адольфа Гитлера именно главой президентского кабинета. Да, конечно, Гитлер ему обещал, что он получит большинство на ближайших выборах. Естественно, он получил, установив диктатуру, он очень быстро получил это большинство. Убрав меньшинство, убрав меньшинство, он стал большинством. И то с большим трудом, на самом деле. Там же были очень большие проблемы, когда Гитлер не смог набрать конституционного большинства на ближайших выборах, несмотря на то, что потом ликвидировали мандаты коммунистов, социал-демократов выгнали, все равно не выходило. Ну, в конце концов, Экстаг принял все нужные законы. Все нужные законы. Все было в рамках закона. А вот, кстати говоря, по поводу того, что все было в рамках закона, была ли у закона вот эта чрезвычайщина? Были какие-то чрезвычайные положения объявлены? Или военное положение в 1939 году? Нет, военное положение было объявлено. Было объявлено, что Германия находится в состоянии войны. И в связи с этим был введен целый ряд ограничений. Но они были на первых порах были не очень значительные. Но, опять-таки, были введены продовольственные карточки, которые регулировали отнюдь не все продовольствие, а только определенные моменты, определенные товары. Причем на первых порах было параллельно и можно было их окупить. То есть, в общем и целом, там режим был достаточно не сильно отличавшийся от предыдущих положений. Хотя, конечно же, военное положение было введено. Страна находится в состоянии войны, поэтому военное положение было. Значит, было введено, на самом деле, там действовало большое количество именно подзаконных актов. то есть, вот то, что, например, вы все перечислили, цитирую Крэмперара, это же все не постановление каких-то выборных органов. Это решение местных органов власти. То есть, причем в ряде случаев местных органов власти. В ряде случаев это постановление гестапо. То есть, например, постановление об изъятии пишущих машинок. Это представление принимается гестапо. Почему? Чтобы предотвратить распространение печатной продукции. Кстати, Третий Рейх формально, только сейчас впервые задумался над этим, был федерацией или нет? Федеративной республикой или нет? Нет, значит, там было немножко по-другому. Значит, изначально Веймарская республика была федерацией. То есть туда входили... Что вот эти законы местные, они могли там в одном регионе, что можно ездить на трамвае, а на другом, что нельзя ездить на трамвае. Но, значит, после того, как Гитлер пришел к власти, была проведена так называемая унификация законодательства Рейха, которая привела к тому, что, во-первых, ликвидировали в общем и целом местную законодательную власть, ну, не совсем всю, но ликвидировали и очень ограничили. А потом резко усилили исполнительную власть и подчинили ее напрямую центральной. То есть в общем проведена была унификация и федерализация была ликвидирована. Раньше, до 33-го года, как и сейчас, например, была... полиция была в каждой земле своя. Ее централизовали резко сразу. То есть никакой отдельной не было. Гестапо тоже стало, естественно, централизованной. И вот были созданы... То есть после прихода Гитлера к власти уже к концу 33-го года всякая независимость земель была ликвидирована. То есть если там остались существовать какой-нибудь там Липпе-Детмольд или земля Шаунбург-Липпе, где там население 250 тысяч человек на круг, то это только дань традиции. То есть не стали ликвидировать эти земли, но уже когда, например, присоединяли Австрию, то Австрию уже расколотили на так называемый рейс-ГАУ, имперский ГАУ. То есть это вот уже была та самая новая организация Рейха, где не были предусмотрены какие-то вот уже демократические формальности и никакого самоуправления тоже не было предусмотрено. А это тоже изменения в Конституции были внесены? Нет, но это же присоединения. Нет, я имею в виду вот это вот отмена земельных... Нет, это была проведена под видом унификации. То есть это вот такой процесс, что надо, чтобы все законы были одинаковые, ну, сказать, чтобы все действовало по одному. Можно ли сказать, что Германия, Третий рейх, с 1933-го, с прихода Гитлера к власти, до 1 сентября 1939-го года, то есть до начала мировой войны, что вот эти вот там 6 лет, чуть-чуть больше, да, Германия прожила, ну, такой нормальной мирной жизнью. Нормальной, я говорю так, относительно, да, не было вот этой чрезвычайщины и так далее. Знаете, как, во-первых, сразу после прихода к власти были созданы так называемые дикие концлагеря. Потом концлагеря пытались ликвидировать, причем нацисты пытались ликвидировать. Они не нужны никому были, кроме Генриха Гиммлера. Вот. Но концлагеря сохранили, значит, если концлагеря были, то говорить, что чрезвычайщины не было, уже нельзя. Потому что концлагеря, да, там было не очень много народу одновременно. То есть там одновременно было, ну, порядка 20 тысяч. Хотя, я так думаю, что если мы говорим о тех 20 тысячах, которые там были, то им это было очень много. Да, им было от этого не легче. Абсолютно, да. И людей там и убивали там людей. И, ну, мало того, что издевали. Издевались, это понятно, на накру. Вот. То есть, в общем и целом, было, вот это через это, ну, это чрезвычайно. Когда человека могли вот так вот забрать. Значит, был, в общем и целом, нацистский режим после определенного, первого периода, когда надо было подавить, он, в общем и целом, давил только тех, кто мог составлять ему угрозу. То есть, если человек уходил во внутреннюю эмиграцию, это многие уходили, нацистский режим на него не разменивался. То есть, ну, в основном, они сидели на доносах, потому что это, ну, удобно контролировать общество. Гестапо было маленькое. Ну, на всю Германию там было порядка 40 тысяч человек. Это, на 40, это уже в конце войны. То есть, это, в общем, не очень много. Там в Дрездене перед войной было что-то порядка семи гестаповцев. То есть, ну, в общем, они сидели на доносах, информация, вот это все делали. На всех у них не хватало. А эмиграция разрешена была? Официально? Или это было, так сказать, связано, сопряжено с трудностями определенными? Значит, эмиграция, в общем и целом, была возможна. Но, если, значит, во-первых, все, кто сразу все понял, они все в течение 1933-1934 года уехали. Да. Значит, но эмиграция была связана с рядом определенных трудностей. Во-первых, потому что, собственно говоря, их там особо никто не ждал. То есть, чтобы уехать, нужно иметь желание не только уехать, а чтобы еще тебя там кто-то принял. Вот. Это было особо, так сказать, тоже никто не хотел. Но, в принципе, уехало очень много. Социал-демократы уехали очень многие люди. Ну, то есть, уехать было можно. Еврейскую эмиграцию вообще поощряли. Очень активно. Всегда предлагали, типа, давайте скорее уезжать. Не, ну, правда, деньги оставить надо. То есть, тоже, понимаете, какое дело? Эмиграция, она возможна. Но все-таки мирное время, это не война. И еще, как бы, нету таких резкого давления. И тебе предлагают уехать, но взять с собой крайне ограниченные средства. То есть, здесь у человека все-таки жизнь какая-то. А там он приходит на новое место. Да, когда потом стало ясно, что это угроза жизни, а тогда уже просто граница закрыта, а война началась. Тогда, конечно же, никакой эмиграции. То есть, в принципе, эмиграция была возможна, но сначала пытались всех политически неблагонадежных все-таки отправить сначала в лагерь, чтобы перевоспитать. Ну, что, потому что, ну, все-таки немецкая кровь, жалко. А вот что касается еврейской эмиграции, то она поощрялась, причем очень активно. В принципе, даже, можно сказать, были приняты меры по выдавливанию евреев из Германии. Но очень значительное количество германских евреев, причем именно значительное количество, именно германских, потому что было много евреев, которые переселились из Польши, ну, уже после войны. Вот. А германские евреи, они очень сильно ассимилированы были. У них были, они были, в общем, достаточно хорошо устроенными людьми, у них был достаток. Многие из них, как, были немецкими националистами, по большому счету. То есть, они были патриотами Германии. И, в общем и целом, им уезжать-то было, ну, как-то не с руки. Вот. Но, опять-таки, естественно, уехали многие. Да, да, многие. Еще такой вопрос, Таня. А в какой мере это было, вот это вот беззаконие всех этих органов репрессивных, да? Они были каким-то образом лимитированы, ограничены их действия, какими-то законами, правилами. Бесконечное количество инструкций. Да, или они... Бесконечные. Регламентированно... Хочу, не хочу, не дам в морду. Нет, в морду можно. В морду это, пожалуйста. Это, как бы, так сказать, рабочие моменты. Вот. Все регламентировано, достанье ум помрачения. Вот немцам, им дай хлебом не корми, инструкцию дай составить. То есть эти инструкции, они вот огромные инструкции. Когда мы читаем инструкции, которые Теодор Эйке написал для того, что как себя вести в концлагере заключенном, это документ на нескольких страницах, где регламентировано, что вот за это ты получишь 20 плетей, а за это три дня карцера, а за это все регламентировано. Это все они очень любили. И это все действительно это существовало. И все вот эти вот запрещения, которые выдавались по поводу условно печатных машин, это все не одна строчка. Это бумага большая, где написано, когда, до какого дня, куда сдавать, что будет, если не произойдет этого, что значит потом штрафы, все очень подробные инструкции, составленные специальными людьми. И сейчас просто мы видим этот колоссальный бюрократический результат действия бюрократии насилия, бюрократии террора. И мы этого видим, и в общем это все можно руками потрогать. Ну да, но и в то же время это все задокументировано. Да. То есть и вот здесь... Потом встал свою роль. Да. И здесь, Владимир Владимирович, видите, самое вот, что вот из этих бумажек следует, понимаете, есть произвол, а это не произвол, это государственная политика. Вот произвол, это когда просто там взял, кто-то в морду дал, а он не имел права дать в морду. А здесь он не то, что не имеет права дать в морду, а он должен дать в морду. Он не имеет права не дать в морду. Не дать, да. То есть если он не даст в морду, он совершает административное правонарушение. Вот. И вот это вот тогда получается машина террора, а не просто какой-то произвол. Произвол всегда плохо, но машина террора – это хуже. Продолжение следует...